привет зритель первый ролик с этим цветом волос сейчас будет обзор моего нового приобретения что-то у меня так случилось что у меня игровая клава игровые колонки еще будет потом будущем пара обзоров один из них товар скажем так не напрямую связанный с каналом но это еще не скоро ну что один еще едет а другой еще и не знаю отправлен или нет в общем это у нас совершенно новинка от этой фирмы у меня есть флешка возможно даже на одну на какую-то из нее ну смысле одна из флешек именно вот та на которую я может быть даже на данный момент пишу вам тут этот ролик это у нас колонки 20 то бишь только 2 штуки от кума маск а с как доллар 004 10 ватт в общей сумме они у нас от 15 мая но сделано конечно в китае у нас все только не делается в китае может даже сам китай делается в китае смысле много чего делается в китае на картинке не выглядеть большими по сантиметрам они были маленькие я очень рада что они небольшие потому что в принципе у меня на столе не настолько много места чтобы они его занимали геймерские колонки это вторая вариация колонок от кума у них первая вариация была она на днс кстати оба в днс это я покупала также как клаву ну заказывала и вчера буквально забрала еще попросила там проверить их короче такие колонки похожие были но на 6 ватт общей сумме они на сотню дороже тоже как бы типа геймерский это было у них первый блин наверное комом это вообще написано что они как бы модель с декабря 19 года но вот на сайте они совсем недавно были потому что вот до этого неделю назад смотрела колонки и присмотрела себе в два раза дороже чем вот в итоге купила и другой фирмы но по параметрам они мне больше нравились в общем 900 рублей без рубля 899 рублей грубо говоря что тут у нас спецификация игровая 20 акустика системой с rpg rgb подсветкой почему-то я все время и rpg называю а тут rgb ну ладно я путаю принципе мне простительная с играми как бы на вы максимальная выходная мощность 10 ватт динамик 2 на 2 какие-то тут ну диагональ или что-то в этом роде рабочая частота от 150 до 20000 герц чувствительности 650 мб плюс минус 50 мб мегабайт не знаю если что поправьте меня в комментах подключение usb разъем плюс три с половиной стерео джек я вообще хотела сначала через подключение меня давно давно были очень классные колонки genius ну именно таких уже нету либо я не нашла либо может их уже не делают они подключались у меня через сеть но с другой стороны они как бы светились а когда сеть отключаешь а сеть отключаешь у меня тогда когда они были вайфая не было был просто как бы с роута и с роутера но и в принципе не было вайфая не было возможности с телефона выходить. У меня тогда даже и смартфоны, ещё не было бы обычных кнопочных телефонов. А сейчас у меня как бы роутер, Wi-Fi, соответственно, раздаётся. Ну и было бы не очень удобно. Подобные колонки ещё были тоже, сети питались, но они шумели, когда вот вырубаешь, компьютер, сеть есть, они просто шумели. Потом у меня какие-то были такие, так себе фанили они малости. Хоть и возможно они тоже были именно от сети, они тупо фанили, уже стали фанить. А эти, которые я купила, вот Акселин какое-то дебильное дерьмо, что вот у меня петличка была микрофоном, говно, что вот это. Причём оба Акселин мне посоветовали и на колонке, и петличку товарища в ДНС. Есть, наверное, нормальные товарищи в ДНС, а есть не очень. Вот вчера, который мне обслуживал товарищ, я прифигела. Ну, мы сейчас о колонках говорим. Короче говоря, вот Акселина, я не знаю, я попытаюсь их потом снова там подружить. Но вот эти тоже питаются от компа, от USB, и я решила, что, наверное, всё-таки почитала отзывы, лучше всё-таки от USB. Ну, от компа пусть ждут. К тому же у меня, в принципе, так как я не подключила в этот раз после того, как у меня система перезапустилась, мысль, после того, как я Linux Mint Mate поставила обратно после корицы, у меня внешние диски не подключены, и пока что есть свободные дырки. Поэтому пусть будет USB. Рабочее напряжение 5B, ватт, наверное, размеры 72, ну, в общем, 7 на 8 на 12 сантиметров, или в миллиметрах 72 на 82 на 120 миллиметров, и вес 444 грамма. Совместимость с Windows XP Vista 7, 8, 10. Ну, у меня Linux, оно тоже будет жить нормально. Комплектация игровой колонки 2.0 Kuma Mask. Тут у нас Dragonware. Для включения встроенной подсветки подключите разъем USB к источнику только таким, как ПК, внешний аккумулятор, сетевой адаптер, или аналогичный. Ну, короче, можно, допустим, вот как мне вчера проверяли, там, USB-шку подключали к переходнику и в розетку. Можно, допустим, подключить к телефону, можно подключить к ноутбуку. То бишь, даже не обязательно питаться от USB. Ну, а если от Компа, то от USB. Хотя, вот сейчас пришла идея, может, попробовать подключить не только к USB, а в розетку воткнуть. У меня там рядом двойная такая розетка, куда втыкается вилка от блока питания, как тому, короче, фигни с большой, с кучей розеток и удлинителя. Еще одна розетка остается свободной. Я туда обычно иногда туда вставляю или плойку завиваться или настольную лампу. Дальше у нас. Соедините акустическую систему с источником аудиосигнала с помощью 3,5 мм разъема. В качестве источника сигнала могут быть использованы ПК, смартфоны, МП-3 плееры и так далее. Отрегулируйте необходимый уровень громкости вращения поворотного регулятора. Да, я хотела сначала чтобы была кнопочка как бы крутящаяся или включающаяся вот на таких колонках как бы с жопы там спереди, но в итоге то, что мне нужно было по параметрам только оно подходило и у нее такая же крутилка как у меня на Акселиновских, которые там еще вотнуты. Срок гарантии 12 месяцев, срок годности 3 года. Кума. Вот. Я уже в Инсту ее скидывала, правда у меня ну не все фотки получились не со всех сторон качественно, хоть я с этого с фотика Соньки фоткала, поэтому только с двух сторон. Ну и еще скидывала фотку уже на стену сообщества. И сейчас мы это вскроем. Да, она также будет обзор как с клавой компьютерной в два за холла сначала как оно выглядит внешне, а потом как оно работает. Вот так вот оно. В ДНС оно как бы было уже видно, что вскрыто. И я привыкла, что когда там забираешь, продавец сам открывает и показывает наличие и что и как. Ну, при случае еще проверяют на работоспособность. Но тут мальчик какой-то загадочный был, он мне не предложил, я сама спросила. Мне еще слегка в легкой форме вынесли мозг, что типа вот надо бы это не по предоплате делать, а просто заказать, проверить, а потом оплатить. Хотя у них как бы нормально это, что или продавец предлагает проверку сделать. Или клиент спрашивает. И не только в этом магазине. Ну, видимо, как бы не всегда бывают компетентные продавцы, скажем так. Возможно, наш менеджер вчерашний был новичок, или ему просто было лень работать. В общем, колонки у нас вот в таких пакетиках. они действительно небольшие, но, конечно, не побольше, чем тот ужас от окселин. Тут у нас маск выгравирована блестками такими. Я просто пальцем потрогала, там такой звук пошел. Оно напоминает вот это игрового дракона. Я смотрела пару аниме, где вот эти компьютерные игры были как бы в роли сути аниме. и вот глаз игрового дракона. Сзади у нас вот так вот оно проводочек идет. Ну, я читала отзывы на другую модель, и там, в принципе, как бы более-менее меняемый провод. Ну, хватит, чтобы поставить между монитором с двух сторон. Тут такая же. Сделана в декабре 2019 года. И на одной я сначала хотела предыдущую версию купить, но потом уже подумала, что если есть 10-ваттная, а мои на 6-ватт общей суммы и вообще какой-то тихий ужас, то лучше эту взять. На 6-ваттной там прямо на морде леса это вот кружочка покрутить можно ее. Вот у нас тут. Вот ее крутишь туда-сюда громко-тихо. И провод у нас тут. Сейчас мы его как раз разсоединим. Сейчас он пока в таком виде, но тут при желании, допустим, если я втыкаю вот это вот в ком там или в телефон, а это мне хочется воткнуть там, если в телефон или в планшет или еще в ноутбук, ноутбук еще куда-то. Кстати, к ноутбуку можно будет потом проверить. Забегаю вперед, заказала аккумулятор на сайте из города Ижевска, где очень хороший был менеджер в онлайне. Короче, можно будет разъединить подальше и, соответственно, будет несчастье. Ну, или тому, кто не я и тоже будет счастье. И тут точно так же можно тоже немножко подальше раздвинуть пакетик. И, соответственно, вот тут одной оно втыкается, другой оно в USB-шку суется. Тут 2.0 USB-шка. Насколько я помню, 3.0 оно синеньким. По крайней мере, вот у меня в компе то, что 3.0 в системнике оно синенькое выглядит, а то, что 2.0 оно беленькое. Тут вот ножки такие мягкие и не соскользит и нормально будет стоять. Такие очень удачные. Небольшие, миниатюрненькие. И при этом на 10 Вт. Сразу хочу сказать, из минусов тут очень короткие провода. Поставить вот так у меня не вышло. Или надо вблизи системник, ну, в смысле монитор ставить, и вот у меня линус запускается. все равно не хватает куда-то сюда сдвигать. Подключайте, включайте только в сети, включайте компьютер, и колонки уже сами начинают светиться. Попробую что-нибудь включить. так, вроде тут нет ничего такого сверхсекретного. Вот тут моя музыка. Сейчас колонки вывернуты на полную мощность. Здесь у меня минимум стоит, и тут где-то процентов 60, у меня всегда так обычно. Но вот здесь вот слышно как бы отдельно. Здесь слышно, и для того, что оно вот так у меня стоит, в принципе, ну, никакого напряга нет, учитывая, что у тех был вообще какой-то дико короткий провод, они у меня где-то там на кровати сваляются, и они стояли у меня стабильно здесь, то вот этот вариант как лучше. Сколько я помню, мне кажется, я как-то работала, сейчас слышно в самом начале было, что вот здесь басы идут, а внизу правая рука. Что-то у меня новое пошло. В общем, сейчас у меня звук слегка прибавлен, ну, где-то на треть вообще у колонок самого настроек, там же стало 74 где-то, а тут вот как бы полная мощность. Сейчас я... Единственное, вот здесь не очень удобно, конечно, из-за этого, из-за того, что провода короткие, хоть я тут раскрыла, но из-за того, что провода короткие сами по себе, то вот придется регулировать так вот. Сейчас я убавляю громкость. ну, это, конечно, не те колонки, что вот вы там ходите дискачу строить, чтобы все соседи слышали, но вот именно до компа нормально. В общем, вот такой обзор колонок. Всем спасибо за просмотр, если вас заинтересовали колонки кума, то я считаю за 900 рублей вот такая вот штучка вполне себе меняемая. Советую кума, если что. Всем пока!